Вероника Антонова одела сегодня самое красивое платье, ведь у нее важный день. Вместе с мамой она идет в магазин, чтобы приобрести все необходимое для школы. Теперь она первоклассница. По привычке сначала побрела в отдел детских книжек и игрушек, но мама направила дочь к другим полкам, и Вероника с интересом начала осваивать новую для себя роль. Пи-ши-без-о-ши-бок. Август и сентябрь в книжных магазинах горячая пора. Отделы со школьными товарами стараются расширить. Уж очень много покупателей. Продавцы рассказывают, учеников младших классов особенно привлекают принадлежности с героями мультфильмов. Вот и Вероника тянется к карандашам с любимыми феями Винкс. Но, увы, в школе, в которой она идет, с этим строго. Нельзя, чтобы перед глазами были пестрые рисунки, которые отвлекают внимание. Тетрадки, ручки, линейки, пластилин. Казалось бы, ничего нового для школы изобрести уже невозможно. Но производители школьных товаров так не считают. Каждый год на полках появляются какие-то новинки. В этом году появились карандаши и ручки специально как для левшей, так и для правшей. То есть для пальцев выемки, чтобы ребенок держал удачно. С чем левша от правшей отличается? Если взять неправильно, то ручка писать не будет. Также появились ранцы с более жесткой спинкой, чтобы ребенок держал специальную осанку. Выбор портфеля – дело действительно ответственное. Он должен быть удобным, вместительным и прочным. Разброс цен на ранцы удивляет. Есть и за 500 рублей, а вот, например, этот рюкзак стоит 8,5 тысяч. В нем есть пенал, кошелек, спортивная сумка и мешок под сменку. Есть и плотный кожаный подклад, чтобы портфель выдержал вес многочисленных учебников. Учебники, к сожалению, приходится самим покупать. Хотя раньше у нас были библиотеки, я считаю, это была хорошая традиция, когда мы могли передавать учебники из класса в класс. А сейчас, к сожалению, этого нет. И приходится достаточно большую сумму, в районе 3 тысяч, тратить на покупку учебников. В целом осталось уже докупить только мелочи. Красивый бант к школе, конечно же. Кстати, теперь для начальной школы учебные пособия и рабочие тетради к ним будут единого образца. С этого года у нас появились новинки. Это федеральные государственные стандарты. На каждом учебнике должен стоять значок ФГО, то есть федеральный государственный образовательный стандарт. Другие учебники в продажу не поступают. Вероника с мамой задачу по подготовке к учебному году выполнили. Им еще повезло, идти в магазин за костюмом не нужно. Ученикам их школы форму шьют на фабрике, чтобы все дети были одеты в едином стиле. Родители лишь сдают деньги – 1700 рублей. Если же покупать новую одежду в магазине, то комплект обойдется от 3 до 10 тысяч рублей. Таким образом, для того, чтобы собрать ребенка в школу в этом году, если сильно не шиковать и в то же время не ограничивать себя в необходимом, потребуется 5-7 тысяч рублей. Мария Войцышко, Виктор Тагмитов, Городской информационный канал, Камертон.